Друзья, прежде чем я начну, я хочу проверить, сколько людей хотят, чтобы обнова появилась у вас на телефонах. Чтобы проверить данное количество, вам надо поставить лайк и подписаться на канал. Кто ждет обнову и кто хочет, чтобы она вышла уже как можно раньше. Ставьте лайки, мы посчитаем, сколько народу вообще желает обнову увидеть у себя на телефонах и решим, выпускать ее раньше или позже. Мы сами решим. Не, ну... Ну, я шучу на самом деле, ребят. На самом деле обнова выйдет тогда, когда она выйдет, но не все знают, потому что мало читают. Запишите в цитатник. Всем привет! Видел, кстати, нарезку в ТикТоке? Крылатые фразы от Холдига. Это еще одна фразочка новая. Вот, да, туда закидывайте в нарезку, мам. Ребята, ну что, я сегодня хочу быть строителем. И немножечко, так скажем, помастерить. Я себе построил квартиру, строю дачу, но как я не смогу себе построить базу в Клэшов Клэнсе? Забудь! Я просто, у меня язык не поворачивается. Построить базу в Бравл Старсе. Ребят, сегодня ма... 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 Майкер... Ма... Маркер? Сегодня... Мапмейкер? К вашему вниманию. Но прежде чем мы перейдем... Рекламная пауза. И начинаем. Поехали. Друзья, я не перестаю удивляться количеству популярных мобильных игр. На этот раз мне попалась игра Lords Mobile. Кстати, которая занимала огромное количество времени в лидирующих позициях в App Store и Google Play. Ну а приглянулась мне эта игра, потому что в ней минимум напряжения. Как только вы начнете играть, разработчики ведут вас в курс дела обучающими диалогами. Покажут, как отстраивать свой замок, как нанимать войска и как воевать с другими игроками. Или в ПВЕ режимах, как прокачивать героев. А вот мой личный совет вам, чтобы быстрее все это делать, обязательно вступите в Альянс. Там будет намного проще. Lords Mobile это игра про средневековый фэнтезийный мир. Здесь плечом к плечу идут на поле боя как маги, так и стрелки, и даже рыцари. Ваша задача как можно скорее взобраться на престол, а вот какими путями решать лично вам. Кстати, чтобы прокачиваться было еще интереснее, разработчики запустили розыгрыш. Три топовых смартфона смогут выиграть те лорды, кто достигнет 10 уровня замка, и победители определятся абсолютно случайно. А вот не случайный, а самый сильный игрок получит крутой игровой ноут. Но и на этом еще не все. Чтобы стартовать было легче, каждый из вас, кто перейдет по ссылке в описании и скачает игру, получит награды. Героя черную метку и три щита. Так что смелее кликайте. Ну а мы продолжаем. Друзья, прежде чем мы перейдем, в общем, у Artcool'а сегодня вышел видос, точная дата обновления. Я не знаю, что он там нарыл. А слушай, прежде чем перейдем к... Прежде чем перейдем... Ладно, всем пока. Правильно говорить в общем и целом, кстати, запомнил. А да, в общем и целом. В общем и целом, ты никнейм нового персонажа угадал же тогда или нет? Амбер или нет? Ты же в переводчике там что-то. Это было на А, но только не Амбер. А что у тебя там было? У меня Арсон. Арсон. Да. Ну было рядом, ну рядом. Далеко не рядом, ну ладно. Ребят, в общем, ссылка на Artcool в описании. Посмотрите, что там с датой обновы точно рядом. Я думаю, она в этом месяце, но ближе, наверное... Ближе, наверное, к дальнему расстоянию, потому что чем дальше, тем ближе. В общем, наступаем, приступаем. Итак, знаете, что вам надо знать? Вам надо знать, что редактор карт будет с косаря кубков. Если у вас нет косаря кубков, то... То, как говорится, редактора не будет. То, как говорится, да. Надо иметь тысячу кубков. Значит, редактор карт происходит вот таким вот образом. Значит, мы, короче, тут печатаем Mapmaker. Так, выберу, наверное, GameGrab, не Шолдаун, не Бролтул, GameGrab. Да что ж я выберу? GameGrab. Внизу я выбираю картинку, могу выбрать. И посмотрите просто, я могу делать все, что хочу с этой гребаной картой. Я могу бочку нажать, грибок, кусты, вот, колодец, вот, камушек поставить здесь. Кстати, карты, они еще... А вагонетку можно проложить? Смотри, видишь, там вот поезд. Вот интересно, будет тут вагон или нет? О, прикольно, так паровозик запускать можно. Балдеж. Как в детстве. Друзья, о, вот это классная штука. То есть, можно сразу, посмотрите, по всем бокам расставлять. А, вы выбираете, короче. Ну, строить можно... Это реально вообще балдеж, реально. О, смотрите. Это Clash of Clans, это Х10 сейчас тут будет, смотрите. Это рилит Clash of Clans, смотрите, прикольно, да. Значит, друзья, данный режим, он сейчас находится в бете. Соответственно, значит, будет доступен только в дружеских поединках. Сейчас это все протестим. Мы увидим, как это все... Ну, я говорю от лица разработчиков. Мы увидим, как это зайдет нашим игрокам. И мы очень надеемся на вашу отдачу. Да. Вот. И, конечно же, все это реализуем уже потом вам в глобале, чтобы вы играли, да. А как это будет в глобале доступно? Не знаю, это... Но, мне кажется, это будет как-то по голосованиям. Если, типа, самые крутые добавят карты. Все, короче, настроили, налепили, потом бац, и клик, 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 клерал, и все стерли. В ШД, смотрите, тут можно просто рассадник устраивать. Вы посмотрите, можно фигурки. Видишь первая буква? Я уже говорю, уже будет куча нарезок с красивыми рисунками, с разными 18+, постройками. Ну, как это в Clash of Clans было. Фан-базы, помните? То же самое будет здесь, да, Artcool? Да, 100%. Подожди, я ты в Clash of Clans... Видим, в начале уже буква... Ты в Clash of Clans... О, это холдик. Ну, конечно. Ты что, в Clash of Clans играл? Ну, немножко, но не сильно. Блин, а прикольно, это что, типа, мы там зареспавнимся в середине или нет? О! И потом по кустам все погнали. О, проходик прочистили. Короче, ну, видите, да, то есть, насколько вы художник, насколько вы можете красиво, симметрично или просто, просто, что попало сделать и запустить туда. Знаешь, чем прикол? Создать карту, ту, которой уже нету в игре. Помнишь, там были карты, которые поудалялись с игры? И вот самому ее создать и поиграть. Типа, вернул. Я забыл, как эта карта называется. Там, Штольню, например. Ну, она есть в игре. Хоп, и ты ее вернул в игру. Штольня есть. Балдеж. Ну, это я забыл. Ребятки, а давайте сейчас посмотрим. Вторжение на остров. Вторжение на остров. Да, помнишь, типа, вокруг остров. Да, да, да. Друзья, давайте так. Напишите в комментариях, какие карты вы помните, какие вам больше всего нравятся, те, которые убрали. Я еще одну вспомнил. Когда мы играли за динамайков, лабиринт, лабиринтов, а в центре... Ну, а в центре, а в центре просто центр, вот как сейчас тут. И куча лабиринтов. Да, 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 да. Вот, эта карта еще была. И, по-моему, наоборот. По-моему, наоборот. Что-то в центре ничего. А, короче... Ну, не помню, надо вспоминать. Вот. Вот, если забыл, надо вспоминать. Да. Да. Точнее, не так. Если забыл, не надо забывать. Значит, вы же записываете, да? А сегодня ты наговорил тут уже три видоса вперед. Я вам накидал нормально, да. Короче, ну, вы поняли, да, что у вас на что фантазии хватает. Просто редактируйте. Кстати, мы эту тему, я эту тему вам еще показал в начале, когда Brawl Talk выпустил видос на реакцию на Brawl Talk. Сразу же показал вам редактор карт реакцию на канал Лекса. Ой, или Кайроса, не помню. Вот. Кстати, интересно, им уже тогда дали вот этот снэкпик. Да, да. Они, кстати, да, то есть они Brawl Talk пропустили, получается, и сразу вывалили вот это. Да, да, да. Вот. Футбол. То же самое. Дается вам кусты, заборы, ящики, бочки, скелеты, кости. И, кстати, можно еще выбрать, где ты будешь резаться. Видишь, вот эти три точки, там, где твоя команда и команда противников резать. Прикольно, да? Короче, какую-то парашу, парашу какую-то постройки и команду противников там высадить. Блин, так это реально ништяк. Это можно издеваться прям над своими соперниками. Реально. Слушай, а будут какие-то... Я все, я уже вижу эти, знаешь, квест-карты, там, дойди до финала, там, пройди лабиринт, там. Ну, это большой потенциал, да, реально. Ну, это, конечно, все у дедлайна будет, потому что такую фигню только он будет снимать. Не понял. Ты тоже? Опять кибер... Слушай, кибербуллинг даже... Опять кимермулят. Вот, смотрите, видите, тысячу трофеев на шеле пока не апните, у вас не будет такого режима. Не, на самом деле это про общие трофеи. Вот мы создали сейчас с вами карту в футболе, и давайте вот сыграем. Блин, правда, со мной боты. Так. Так, Вань, давай аккуратненько, стреляй, стреляй. Тихо, 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 тихо. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Тихо, хилимся. Хилься, хилься. Так, 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 секунду. Вау, это не ты на кольте? Это, слушай, 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 я-я-я-я-я, да, стреляю. Тихо, да не убивай, не гони. Тихо. Ну, блин, бро, ну, надо отыгрывать, смотри. Мы сейчас, мы сейчас затащим вас, мы сейчас вас затащим. Так, подожди. Так. Тону. Да, блин, да ну забей. Да, я забил. Черт возьми, я хорош. Как ты мог. Так, нормальную карту построил? Слушай, ну, карта, балдеж. Ай, блин, меня убили. Блин, Баня, забей себе, забей себе, пожалуйста. Не, не, ну ладно, ладно. Ты такой, да? Так, 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 так. Так, а ну, а ну, а ну, а ну, тихо. Давай, давай, да, просто. Блин, твою медь. Так, еще есть такой режим, можно ускорять катку. Раньше такого не было. Но в объединении. Вот, в общем Сейчас мы затащим Давай, давай Я выбегаю, выбегаю Так, смотри, как я ульт накопил быстро, это новый гаджет Ай, да ладно, пофиг, короче В общем, друзья Это был первый сникпик, ждите Еще будет несколько сникпиков По новому персонажу, по телепортам И так далее, и так далее Чтобы не пропускать, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал Ссылка на арт-кл в описании, всем до новых встреч, всем пока